итак привет с новым канале сегодня в принципе посмотрим такую игру как торчлайд 3 фронте она еще называется и в общем то смотрите взял и такого деда гном может он и не гном но тем не менее он строит поезд поезд ездит атакует врагов это интересная в принципе особенность интересная механика ну и то что в торчлайде есть такое подобие огнестрельного оружия каких-то мушкетов револьвера хотя игра в общем-то фэнтезийная такая средневековая прямо но и некоторые там допущения у нее исторически есть так можем мы использовать двуручный меч молотки всякие в то же время револьвер что я заметил по серии торчлайд и вот конкретно по третьей части нету такого жесткого прям деления на классы когда в diablo 3 например вы не можете взять лук или там арбалет каким-либо другим классом кроме этого охотника охотника на демона здесь можно как-то разнообразить прохождение вот паучки экшен-экшен начинать и вот в общем-то револьвер подставляет ну как я через щит стреляю просто выбираю направление и там отстрелит урон скажем тут у него небольшой я конечно умение еще не качал где-то мой поиск делся так поиск появился это скажем не обзор скорее первые впечатления но мне действительно игра понравилась хотя госпитал оценки не не самая выдающая но я так скажу что из игр такого жанра такого плана очень редко что-то выходит хотя бы играбельное тут адекватная оптимизация поначалу нормальный баланс такая графика мультяшная но нужно понимать что diablo 3 тоже очень сильно от diablo 2 отстает в плане атмосферы и там графика тоже мультяшная здесь это уже какой-то вот такой форме представлено она уже не вызывает как будто раздражение просто вот воспринимается уже более адекватно ну что все территория шла это не все выливаются в такой стилистике ну конечно всем этим играм до патча вокзал далеко потому что там действительно и сетевая составляющая более развитие торговля и экономика здесь же мы просто бегаем даже если будем бегать в патте собственно ничего это не изменится потому что здесь как таковой экономики повторюсь нет вообще сейчас мы будем босса можно конечно проиграть даже в какой-то степени наверно будет потому что я еще с механиками особо не разобрался так нужно строить поезд как видим неспешно мы наносим урон потому что он достаточно живучий оказался так что-то с поездом случилось сейчас будем после поезд поехал есть несколько класса на выбор традиционно маг лучники вот я выбрал такого крафтера вон там какой-то вроде тоже был у него не уже не интересно то что наигрался тут даже рипнуться в принципе можно ну и собака питомца на что-то тоже помогает хотя же непонятно на кого агрится этот босс потому что вроде собак он не трогает хотя хп у нее также есть вот эти мелкие покемоны они блин очень отвлекает и поезд просто по ним стреляет это не не особо подходит так половинку прошли но блин запас все банками это еще револьвер как-то тащит потому что в таком в ближнем бою мне кажется я бы уже десять раз упал вот механика мы убегаем и паровоз валит ну говорят у меня с точки зрения по крайней мере такой визуальной нету кого-то отторжения да может там в дальнейшем она короткая может быть там не самая крутая сюжетка ну так а что вы хотите игры такого жанра они как правило все имеют какие-то свои особенности русской озвучки давно уже в принципе не делают таких практически ты инди игра так колеса крутятся урон мутится вот что-то не быстро так так и 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